вашему вниманию шели янг тема равновесные отношения читает лора многие души помощники имеют сильную тенденцию ставить других выше себя хотя ваше общество учит вас что это благородно в действительности именно это приводит к эмоциональному и физическому истощению некоторые люди используют помощь как щит чтобы избежать собственного исцеления и роста и начинает определять себя только через свои усилия для других со временем они обнаруживают что этих усилий никогда не будет достаточно и что они будут приносить все меньше и меньше удовлетворения внешние факторы какими бы благими они ни были никогда не сделают вас цельным ваша целостность может прийти только изнутри через принятие и почитание того кто вы есть на самом деле и вашей священной связи с источником если вы действительно хотите быть полезным другим ставьте на первое место свой душевный рост и благополучие это позволит вам создать прочную основу для того чтобы по-настоящему помогать другим из места обретение силы бесправная помощь часто маскирует низкую самооценку и выводит из равновесия истинное служение расширяет возможности каждого непротивление это остановка между сопротивлением и принятием чему вы сопротивляетесь но глубине души знаете что пришло время отпустить это можете ли вы позволить себе перейти в нейтральную зону непротивления в качестве первого мощного шага к более глубокой вере доверию терпению и миру которая может предложить принятие потому что оттуда поток наконец-то получит возможность привести вас гораздо лучшим решением и опыту чем когда-либо могло дать сопротивлением ваш внутренний ребенок это генеральный директор присутствия воображения и веселья когда в последний раз вы общались с этой частью себя по мере продвижения энергии 2022 года и далее вы будете осознавать естественные черты внутреннего ребенка как необходимые для вашего духовного путешествия это еще один пример того что у вас есть все что вам нужно внутри вас самих просто ожидая вашего принятия и включения почему бы не позволить вашему внутреннего ребенку служить вам своей легкостью в то время как вы будете служить ему своим вниманием и любовью вы найдете эти отношения синергичными и полезными во многих отношениях дорогие мои ваша невинность никогда не может быть утрачена если в вашей жизни случались события когда вы чувствовали что это произошло это указывает на то что произошла фрагментация фрагментация произошла потому что те части вас которые были невинны сохраняли себя мы хотим сказать что ваша невинность не потеряна она просто ждет когда вы вернете себе эти невинные аспекты себя и дадите им любовь руководство и безопасное пространство которого они всегда заслуживали вы можете сделать это просто погрузившись медитацию и пригласив эти аспекты выйти вперед и заявить о своем присутствии раскройте свои объятия и пригласите их присоединиться к вам пообещав удовлетворить их потребности и обеспечить их безопасность возвращение всех аспектов себя необходимо для того чтобы двигаться вперед в новых энергиях обладая силой и сплоченностью когда все части вас будут сотрудничать с вашим движением вперед вам будет гораздо легче принять и пройти этот путь вы становитесь своим собственным мудрым и любящим родителям и проводником и прекрасным примером сознания единства которое начинается с признания и включения всех аспектов вас именно через реинтеграцию этих аспектов можно обрести гораздо большее ощущение целостности и с этого момента ваш выбор и опыт меняются самым глубоким образом мы призываем вас отбросить мысль о том что вы когда-либо были безвозвратно сломаны и понять что именно вы все это время ждали чтобы проявиться как ваш собственный любящий лидер и целитель многие из вас не хотят видеть себя такими какие вы есть на самом деле из-за прошлого опыта когда вас не принимали в этой истине возможно вас сторонились осуждали бросали или высмеивали многие из вас работают над исцелением этой основной раны чтобы сделать шаг вперед в своем высшем жизненном проявлении хотя может показаться естественным попытаться избавиться от старой раны страха заменив его новым дающим силы утверждением которое включает себя безопасность стремление к безопасности в некотором смысле может указывать на то что вы все еще верите что есть что-то от чего вам нужна защита более эффективным подходом может быть использование нового энергетического заявления например такого мое присутствие вдохновляет доброту в других чувствуете разницу энергия нового утверждения позволяет вам сиять в своей истине и благодаря этому полномочному выбору получать то обращение которого вы заслуживаете она побуждает вас быть лидером и удерживать энергию чтобы другие могли встретить вас в этом пространстве а это дорогие мои и есть мастерство ваши внутренние детские аспекты это доверчивые части вас самих если у вас есть проблемы с доверием может быть очень полезно реинтегрировать любые внутренние детские аспекты которые чувствуют что им нужно отделиться от целого чтобы оставаться в безопасности просто войдите в медитацию или пространство визуализации и просто позовите их вперед своим внутренним голосом раскройте свои объятия и пригласите их обратно в свою любящую заботу если вы возьмете на себя священное обязательство дать им любовь и заботу которых они всегда заслуживали и сдержите данное себе слово вы добьетесь больших успехов в исцелении своих проблем с доверием создав новый фундамент который позволит вам получить опыт которого вы всегда хотели и заслуживали те кто помогает энергиям решеткам или силовым линиям земли довольно часто испытывают боль в ногах если они не поддерживают должным образом собственное энергетическое поле под ногами это чрезвычайно распространено среди тех кто заядлые пешеходы или туристы вы вероятно пришли к своей страсти к прогулкам или походам потому что своим присутствием вы служите земле дискомфорт который вы чувствуете часто возникает не из-за самой деятельности а из-за попытки быть полезным без надлежащей энергетической поддержки примерно в футе под вашими ногами есть чакра которая называется чакра земной звезды если вы не расширяете свое энергетическое поле так чтобы она включалась под вашими ногами это может привести тому что вы попытаетесь фильтровать энергию земли через свое собственное тело это может вызывать дискомфорт если вы расширите свое поле под ногами чтобы включить в него эту чакру вы позволите свету вашей энергии выполнить за вас трансформационную работу техника проста просто найдите свой центр где бы вы не думали он находится и найдите свою божественную искру которая есть энергия христа своим намерением представьте что золотая искра растет и растет пока не распространится на длину руки вокруг вас в том числе и под ногами эта практика позволит вам быть источником энергии они ловцом энергии и может принести вам абсолютное облегчение если вы пытались фильтровать энергию через свое тело многих из вас воспитывали в духе выбора того кем вы хотите стать когда вы растите в молодости от вас ожидали что вы выберете карьерный путь и будете его придерживаться мало того мало того что от вас ожидали что вы останетесь на этом пути на десятилетия вам внушали что не имеет значения нравится вам это или нет главное чтобы на столе была еда хотя эти убеждения были навязаны вам вашими родителями бабушками и дедушками потому что считалось что это хороший совет они были созданы во времена недостатка большинство из этих идей родилось во времена войны или депрессии и они были основаны на выживании дорогие вы находитесь на этой планете не для того чтобы просто выжить вы находитесь на этой планете для того чтобы процветать как многомерные существа вы постоянно меняетесь и развиваетесь и обладаете множеством различных даров и интересов подумайте о том как сильно изменились энергии за последний год два года пять лет десять лет это очень редкая вещь когда-то что подходило вам много лет назад по-прежнему точно подходит вам сейчас поэтому мы призываем вас дать себе свободу попробовать многое как просветленный человек вы можете быть склонны к тому чтобы держать руки во многих горшках это позволяет вам двигаться вместе с теми энергиями которые поддерживают вас испытывать свои многочисленные дары таланты и интересы а также дает вселенной множество различных источников дохода через которые она может служить вам если вы будете следовать за своим сердцем и побуждениями своей души вы не только найдете огромное удовлетворение позволяя себе выражать себя но и сделайте великие открытия на этом пути отпустите мысль о том что вы можете быть только чем-то одним и позвольте себе свободу течь и расцветать теми способами которые приносят вам радость недавно нас спросили станет ли меньше нарциссов в новых энергиях сегодня мы хотели бы ответить на этот вопрос опыт отношений с тем кого бы вы назвали нарциссом возникает для того чтобы привлечь ваше внимание и привести вас в лучшее равновесие самим собой хотя это правда что это часто происходит с эмпатами и сенситивами это не потому что они сами по себе являются мишенью а скорее потому что они являются отдающими которым нужно создать экстремальный опыт для себя чтобы привлечь внимание и захотеть разобраться с этим внутри себе многие эмпаты все еще несут себе парадигму мученического служения они отдают отдают и отдают и мало что принимают для себя они видят божественную искру других и предпочитают сосредоточиться на этом они на том как этот человек проявляет себя в этой жизни замечали ли вы что отношения с нарциссом подразумевает что вы отдаете и отдаете не получая почти ничего взамен и чем больше вы отдаете тем меньше это удовлетворяет другого отношения с нарциссом будут захотеть настолько далеко насколько это необходимо для того чтобы вы сказали хватит и перешли к более здоровому сбалансированному и поддерживающему опыту для себя быть дающим и любящим человеком по своей природе и иметь сильный контракт на обслуживание замечательные черты характера что необходимо привести в равновесие так что включение себя в процесс заботы и обслуживание опыт нарциссизма служит вам выводя из равновесия настолько далеко насколько это необходимо чтобы в конце концов заставить вас сделать именно это и именно поэтому он так распространен среди эмпатов отношения между нарциссом и эмпатом лишают силы обоих участников они лишают вас силы потому что вы отрицаете себя и пытаетесь взять на себя роль сделать другого счастливым это лишает силы другого потому что он ожидает что вы заполните его и сделайте его счастливым и это обречено на провал потому что внешние не может сделать вас цельным а счастье удовлетворение и личностный рост должны исходить изнутри и так чтобы ответить на вопрос увидим ли мы меньше нарциссов в новых энергиях дающие всегда будут привлекать берущих и наоборот если вы переключитесь на включение себя свой собственный фокус и заботу то не будет никакой цели для опыта нарциссизма и позвольте вас заверить что если вы это сделаете то никогда не сможете принять нарушающую баланс природу отношений с нарциссом так что это действительно становится не проблемой все это произошло для того чтобы направить вас обратно к себе чтобы вы могли перестроиться на более здоровый поток как отдачи так и получения как только вы это сделаете вы наконец сможете выровнять отношения которые поднимают и поддерживают всех участников архангел гавриил через шели янг